В начале третьего месяца войны стали приходить максимально тревожные новости, даже по меркам военного времени. Украинская разведка сообщает о приведении в боевую готовность российских войск, дислоцированных в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. С одной стороны, это ожидаемо. С похоронами амбициозных планов по захвату Киева, с какой-то очень невнятной битвой за Донбасс, попытка отторгнуть юг Украины звучит как логичный путь принести хоть какую-то победу, хоть какой-то более осязаемый успех, а не одни бесконечные села, переходящие из рук в руки. Нападение сразу с двух направлений и использование де-факто подконтрольного России и Приднестровья как плацдарма, все это не было для нас сюрпризом. Но вот использовать в качестве плацдарма для нападения на Украину международно признанную территорию Молдовы, это расползание войны. И тот сухопутный коридор до Приднестровья, который живет в грезах российского руководства, это не что иное, как угроза суверенитету Молдовы. Однако, если мы посмотрим на карту и оценим масштаб этой задачи, то поймем, что строители сухопутных коридоров живут в той же реальности, что и захватчики Киева за три дня. На момент записи ролика никакой агрессии со стороны Приднестровья не началось, и у нас есть время, чтобы поговорить как о самом Приднестровье, так и в принципе о феномене непризнанных территорий на пространстве бывшего СССР. Граждане России только-только начинают осознавать, что такое жизнь под настоящими санкциями. Пока еще в легкой и ознакомительной форме. Ведь цепочки поставок еще существуют, длинные контракты идут, а складские остатки не исчерпаны. Это легкая, но уже ощутимая форма. В России больше не работают карты международных платежных систем. Выпущенные же в России карточки нигде за границей не принимаются. IT-компании столкнулись с эмбарго на поставку техники и технологий, а российские самолеты больше не могут покидать страну, чтобы избежать ареста. Этот список можно долго продолжать, а со временем он станет только длиннее. Но полезно вот что понимать. Даже жесточайшая блокирующая эмбарго на любые внешнеэкономические связи, до которого пока очень далеко. Три месяца назад я бы сказал, что это невозможно, но теперь все иначе. Ну так вот это даже не 10% от тех проблем, с которыми рождаются и живут в тех многочисленных непризнанных территориях, которые насоздавала Россия за 30 лет. С точки зрения любых международных отношений, ни одно из этих образований, ни Приднестровья, ни Абхазия, ни Осетия, ни ДНР, ЛНР просто не существует. Любой документ, выданный вам властями этих территорий, в остальном мире недействителен. От паспорта и водительских правду, свидетельства о регистрации брака и собственности. Для внешнего правительства этот документ будет равносилен бумаге, выписанной самому себе самостоятельно, на принтере напечатанной. На этих территориях иностранное физическое лицо или юридическое лицо не сможет легально работать и легально владеть имуществом или активами. А значит, там невозможны легальные иностранные инвестиции, никакие внешние торговые связи тоже невозможны. Все, что ввозится на эти территории и все, что из них вывозится, это контрабанда в чистом виде. Что же дают такие вводные в конечном итоге? С одной стороны, если ваши амбиции простираются чуть дальше карьеры продавца контрафактных сигарет, то вы оттуда просто сбежите, едва достигнете сознательного возраста и осознайте, что никаких перспектив, помимо беспросветной нищеты, вас не ждет. С другой стороны, такие территории, где заведомо нет никаких писанных и признанных правил, куда не дотянется лапа закона, активно привлекают определенного рода контингент. Если вы собираетесь заниматься контрабандой, черными финансовыми операциями, производить контрафакт или просто устроить перевалочную базу для торговли наркотиками, оружием или людьми, то лучших мест на планете, чем вот эти вот территории вне всяких юрисдикций, вам не найти. Никакой Интерпол и даже никакой ФБР вас там не достанет. В итоге с годами складывается два встречных вектора. Из таких мест уезжают все, кто способен хоть к какой-то осмысленной деятельности, а приезжает сброд всех мастей. От мелких жуликов и дельцов черного рынка до отпетых бандитов, над которыми по другую сторону границы висят большие сроки. Каждая из этих территорий прошла свой путь маргинализации, что видно по Донецку, например. Процветающим в прошлом промышленным городом теперь правит какой-то проходимец из МММ. Никакого смысла жизни там нет, нет никакого закона, милицию из себя изображают боевики, все, кто смог, уехал, а кто остался, рады оплате труда на уровне Центральной Африки с постоянной угрозой оказаться в подвале, потому что апеллировать за защитой прав там просто некуда и некому. Нечто похожее представляет собой и так называемое Приднестровье, черная дыра на карте Европы, живущая на нелегальном положении. Давайте немного глянем на историю возникновения Приднестровья. В 19 веке эти земли были частью Российской империи. После ее распада и образования СССР Бессарабия, то есть западная часть нынешней Молдовы, вместе с Кишиневым, оказалась в составе Румынии. А Приднестровье, узкая полоска на восточном берегу Днестра, вошло в Украинскую ССР, как Молдавская автономная республика со столицей в городе Тирасполь. В 40-м году, выполняя договоренности секретного протокола к пакту Молтого-Риббентропа, Сталин оккупировал Бессарабию и присоединил ее к СССР. Молдова стала Советской Республикой, и в нее включили также и Приднестровье. С началом перестройки в национальных республиках стали возникать силы, выступающие за расширение полномочий регионов, а затем и за отделение от СССР. Молдова не была исключением. Некоторые молдавские политики и вовсе требовали воссоединения с Румынией. Ключевым стал вопрос о языке. В 1989 году молдавский, причем на латинице, был признан единственным государственным языком в республике, что вызвало недовольство в преимущественно русскоязычном Приднестровье. Молдавский язык совершенно не похож на русский, и часть жителей Приднестровья его просто не знали. Надо заметить, что русский никто особенно притеснять не собирался. Ему по новому закону полагался статус ежика межнационального общения. Такой же статус у него сейчас почти во всех бывших советских республиках, и никаких проблем и конфликтов это не вызывает. Подобные настроения поддержали как молдавская интеллигенция, так и часть чиновников тогда еще Советской Молдавии. Инициатива о введении молдавского языка в качестве государственного стала законом в Советской Молдавии, Молдове, в 1989 году. Отметим, что аналогичные процессы происходили и во многих других республиках Союза, которые вот-вот были готовы из него выйти. Однако этот закон вызвал недовольство в среде русских и других национальных меньшинств Молдовы, главным образом гагаузов, украинцев, цыган и евреев. Первоначально закон предусматривал возможность ограниченного использования языков национальных меньшинств Молдовы для удовлетворения национально-культурных потребностей. Однако в том же году закон изменили и сделали молдавский единственным официальным языком на территории страны. Изменение закона о языке вызвало массовую забастовку, так как трудовые коллективы Молдовы, главным образом из национальных меньшинств, опасались, что этот закон затруднит коммуникацию в трудовой сфере между начальниками и подчиненными. В Террасполе буквально на следующий день после ужесточения закона был создан ОСТК, Объединенный Совет Трудовых Коллективов, Организация, впоследствии возглавившая движение Приднестровья за независимость. У советского руководства к тому времени уже не было никаких сил, чтобы решать конфликты в национальных республиках. И оно, по сути, пустило ситуацию на самотек. Михаил Горбачев в декабре 90-го года выпустил указ, в котором предписывал Молдове пересмотреть закон о языке, но этот указ не стоил даже бумаги, на которой был напечатан. Советскому Союзу оставалось жить всего несколько месяцев. В декабре 91-го года Приднестровье приняло декларацию независимости и от СССР, и от Молдовы. На референдуме за решение отделиться проголосовали 97% избирателей при явке в 78%. Впрочем, никто, включая Россию, независимость Приднестровья не признал. Весной 92-го года началась война. Молдова пыталась взять под контроль Приднестровье, которая считала своей территорией. В разных частях непризнанной республики шли бои, решающего преимущества, однако ни у одной из сторон не было. Летом в конфликт на стороне Приднестровья вступили российские войска, которыми командовал генерал Лебедь. После этого у Кишинева не оставалось никаких шансов вернуть непокорную территорию, и боевые действия закончились. 21 июля в Москве президенты России и Молдовы Борис Ельцин и Мирча Снегур подписали соглашение о прекращении огня. Государственный статус Приднестровья в этом соглашении никак не обозначался. Для обеспечения безопасности стороны договорились оставить в Приднестровье российский миротворческий контингент. В 2006 году, перескакивая через 15 лет, Приднестровье произошел референдум о присоединении к России, однако Россия его в свой состав не приняла. После этого Приднестровскую Молдавскую республику признали другие непризнанные государства, Абхазия и Южная Осетия, а также частично признанные Нагорный Карабах. До этого республику не признавал вообще никто, да, собственно, и после этого тоже. Курс на интеграцию и тесное сотрудничество с Россией сохраняется там и по сей день. Так, с 2013 года в Приднестровье идет процесс унификации законов с Россией. Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, учитывая, какие в России законы. А их власти всерьез просят российских парламентариев принять закон о вхождении республики в состав России. С 2017 года российский флаг может использоваться в Приднестровье наравне с Приднестровским, в качестве государственного. Стоит отметить, что в Приднестровье, насколько можно судить об общественном мнении в такой ситуации, велика поддержка Путина, Единой России. Там она значительно выше, чем в большинстве регионов России. Российское телевидение над этим, конечно же, постаралось. Кроме того, приднестровские пенсионеры, получающие российскую пенсию, считают ее выше молдавской, что обеспечивает их лояльность действующей власти. В отличие от многих пороков, пришедших во внешнюю политику России уже при Путине, практика создания кровоточащих ран вдоль своих границ — это то, что сопровождает Россию всю ее историю после развала СССР. Эти образования вредят не только себе и не только тем несчастным, которые не смогли из них выехать. Они буквально инфицируют те страны, в которых находятся. Они их превращают с формальной точки зрения в фейлд стейт, в государства, которые не контролируют часть своей территории. Они препятствуют вступлению инфицированных стран в любые союзы и альянсы, заключению любых международных договоров. Потому что прежде чем принять Украину или Молдову, например, в Евросоюз, в Шенгенскую зону, мы должны помнить, что паспорта этих стран лежат в карманах людей, которые живут на неподконтрольных территориях, где творится черт знает что. Что мы снимаем границу не только между Украиной и Евросоюзом, или Молдовой и Евросоюзом, но и с ДНР и ЛНР, или Приднестровьем тоже. Сейчас уже неуместно об этом говорить, но такие территории разрушают отношения соседей с Россией. Над любыми переговорами и соглашениями всегда будет висеть тень де-факто оккупированных территорий и вял текущей военной агрессии. Ну, сейчас, правда, уже есть. Не вяло текущая военная агрессия, так что этот пункт не так важен. Образование типа Приднестровья – это пример вырождения имперской политики. Это умышленный вред своим соседям во имя ничего. Во имя содержания из карманов своих налогоплательщиков организованных преступных группировок, называющих себя почему-то государствами. Эти нарывы просто не могли существовать вечно. Рано или поздно они все равно бы были вскрыты. В идеальном мире их бы вскрыла смена режима в России. Новая власть прекратила бы просто их финансировать, и территории смогли бы вернуться под свою законную юрисдикцию. Но мы живем в неидеальном мире, и сейчас эти нарывы вскрываются самым ужасным способом, который только может быть. Они вскрываются большой войной. Войной, которая отменила все статусы КВО. Все умолчания и договоренности. Можно, конечно, делать вид, что у тебя нет никаких бандитских анклавов, пока все относительно мирно. Но это становится невозможно в тот момент, когда этот анклав стал плацдармом наступления на соседа. Для России, равно как и для всего региона, такая внешняя политика – это буквально антивнешняя политика. Это просто глупо, безумно. Это действия, направленные настолько же во вред соседям, насколько и себе. Вместо богатых, стабильных и благополучных государств, которые были бы важнейшими рынками для российских компаний, вместо того экономического и культурного обмена, который всех бы обогащал, вместо единого рынка из-за общего языка, вместо единого рунета, ну, всего вот этого, вместо всего этого Россия получает массу бандитских закутков, которые никем в полной мере не контролируются и которые поставляют преступность в обе страны. Не только в те страны, от которых они отторгнуты, но и в Россию тоже. Потому что ничего, помимо нищеты и преступности, такие анклавы создать не могут. Если считать задачей внешней политики нанесения вреда соседу, то тогда она чрезвычайно эффективна. Но логика эта совершенно психопатическая. Это как затащить в свою квартиру все содержимое окрестных помоек с тем, чтобы запах и тараканы вредили и соседям тоже. Хуже ты соседям будет, вопросов нет. Но в первую очередь хуже будет тебе. Это омерзительная, а главное глубоко ошибочная логика игры с нулевой суммой. Игры, в которой если где-то убыло, то где-то должно прибыть. Если мы нанесли ущерб, то получим прибыль. Из нее растет размножение таких территорий. Из нее растет война. Но правда в том, что это херня собачья. Если вы богатый, промышленно развитый город, донор государственного бюджета Украины, превратили в депрессивную помойку на шее российского бюджета, уже своего бюджета, то всем стало хуже. Возможно, мелким жуликам и большим бандитам, которые сидят не в тюрьмах, а в просторных кабинетах в Донецке или Луганске, стало лучше. Но только им. Если вы стерли с лица земли Мариуполь, то это не значит, что обогатились его экономическим потенциалом. У вас в руках просто пылающие развалины. Никто не обогатился. Торговля с Азовсталью сделала бы богаче вас, Азовсталь, Мариуполь, Украину. Дала бы новые рабочие места, новые спросы, налоги. По обе стороны границы. И России бы стало лучше, и Украине. Руины Азовстали это просто руины. Они приносят лишь горе и смерть. И опять же по обе стороны. Реальность 21 века в том, что миром правят не те, кто лучше убивает. Миром правят те, чьи айфоны покупают, чьи фильмы смотрят, на чью культуру ориентируются, чей образ жизни копируют, от чьих сервисов зависят настолько, что отлучение от этих сервисов страшнее бомбежки. А нищие люди, бесправные люди, это никак не то, что каким-то образом будет вам полезно. Это очень плохие клиенты для Яндекса или ВКонтакте. Россия войдет в учебники истории, как пример государства, у которого было все. И все это не нефть и газ. Это постсоветское положение регионального лидера. Лидера дружественного региона, объединенного истории, языком, культурой. И все страна продолбала. Продолбала не случайно, а последовательно и ради ничего. Лишь бы у соседей корова сдохла. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин